Лариса Геннадьевна, я приветствую вас в студии новостей северного города и начнем с главной новости, собственно говоря, которую вы вчера озвучили на совещании на Гвардейской площади. Это новая стратегия развития персонала Норильского Никеля. Сейчас внедряются новые технологии, так называемые HR-технологии. Вот чем этот подход отличается от старого кадрового подхода? Добрый вечер. Давайте мы не будем пугать наших зрителей словами HR, потому что на самом деле то, о чем мы сейчас говорим, это программа развития человеческого капитала компании Норильский Никель. И для нас абсолютно очевидно, для людей, которые сегодня работают в компании, что человеческие ресурсы, люди, для нас такой же капитал, такой же уникальный ресурс, которым мы должны управлять эффективно, качественно и давать возможность ему развиваться. А для этого нужно, безусловно, как и с любыми другими ресурсами, прежде всего инвестировать в человеческий капитал. И вот то, как мы собираемся это делать, какие у нас есть приоритеты, чтобы мы хотели взять из нашего славного прошлого, чтобы мы хотели оставить из нашего трудового настоящего и взять с собой в будущее, мы как раз и описываем в этой программе. Но все-таки что нового, принципиально нового в этой программе? Наверное, принципиально нового в нашей программе три момента. Момент первый. Мы считаем крайне важным, чтобы каждый работник компании мог получать как вознаграждение, так и социальный пакет в зависимости от своего вклада в бизнес Норильского Никеля. И это то, что раньше называлось «каждому по труду». Вот принцип «каждому по труду» для нас сегодня является фундаментальным. И от этого принципа, то есть от того, как работник работает, где, на каком производстве он занят, и зависит его вознаграждение, его возможность получения различных социальных благ, которые компания для своих работников готовит. Это первый момент. Второй состоит в том, что мы, тем не менее, сохраняем очень высокий уровень социальных благ, которые адресованы всем сотрудникам компании, независимо от того, где они работают. Ну, то есть базовый социальный пакет, базовый набор возможностей, которые есть для каждого работника, остается очень высокими, и здесь компания намерена сохранять и развивать свои одни из лучших в России социальных стандартов. И третье важное новшество, которое мы предлагаем, это более детальное, внимательное, я бы сказала, творческое отношение к тем талантам и к тем способным, одаренным, профессионально грамотным людям, которые работают сегодня у нас. Мы называем это программой развития кадрового резерва, и это будет неотъемлемой частью нашей большой программы развития человеческого капитала. Мы уверены, что инвестируя в людей, которые способны не только сами развиваться, но и двигать за собой, развивать вместе с собой своих коллег, товарищей, мы получим хороший уникальный результат. Ну и как работодатель мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы у компании на разных позициях возникала естественная система смены поколений, чтобы приходили новые молодые ребята, чтобы была понятна скамейка запасных, чтобы всегда был человеческий резерв, то есть тот самый кадровый резерв, на который можно рассчитывать, в который, опять же, можно инвестировать, обучать, развивать. И тогда у компании будет понятное и предсказуемое будущее, потому что одно дело знать, что у тебя есть достаточно разведанного богатства твоего минерально-сольевой базы, второе дело понимать, как у тебя устроено твое металлургическое производство, ну и не менее важная задача состоит в том, чтобы понимать, где же ты возьмешь людей, которые смогут вот этому всему придать энергию, силу, ту самую эффективность, которая есть двигатель любого бизнеса, и нашего в том числе. Что же такое наш социальный пакет? Мы для себя определили, что у компании, как я уже сказала, важными достижениями в социальной сфере являются высокие социальные стандарты. Мы хотели бы не только их удержать, но и развить. Что такое высокие социальные стандарты? У компании для всех работников в обязательном порядке сохранится оплата проезда ежегодная, которую компания предлагает для тех, кто работает, и для их иждивенцев. И это, на наш взгляд, есть такой фундамент социальных благ, которые мы распространяем на всех работников. Безусловно, очень высокая вовлеченность сотрудников останется в санаторно-курортное лечение, но здесь мы хотим немного поменять фокус и еще больше предоставить возможности тем работникам, которые работают на вредных производствах, для которых восстановление здоровья не просто прихоть или приятное времяпрепровождение, но и важное и нужное, необходимое, я бы сказала, дело. Мы, как работодатель, заинтересованы в том, чтобы наши работники не только хорошо работали, но и оставались здоровыми. Ну и, конечно, в части социального пакета у нас еще есть очень большой набор, который, опять же, компания адресует всем. Это общекорпоративные различные спортивные мероприятия, которые мы намерены развернуть с новой силой, потому что спорт, безусловно, часть нашей корпоративной культуры, и хотелось бы, чтобы люди, которые у нас работают, были здоровыми и сильными, и чувствовали себя полноценным. Ну и это детские подарки, детский отдых, то, что, опять же, стало давно привычным и традиционным для аналийского никеля. А какие социальные программы будут ориентированы именно на ключевых работниках, на те, которые дают самую большую отдачу? Для работников, которые для нас являются ключевыми, мы будем предлагать дополнительные возможности по софинансированию пенсий, по накопительной части, по участию в льготных программах льготного кредитования для приобретения жилья. И у нас с вами есть проект очень хороший опыт. Это программа «Наш дом, мой дом», которая позволяет ключевым работникам вместе с компанией приобретать жилье на очень выгодных для работника условиях. Но, правда, работник должен в течение 10 лет проработать в компании, это понятно. Ну вот такого рода программы будут адресованы тем, на кого мы будем делать акценты, и кто для нас наиболее сегодня востребован, важен, нужен и критичен. Но может ли меняться этот социальный пакет в условиях новых вызовов, как внешних, так и внутренних вызовов? Ну, знаете, все в нашей жизни, безусловно, меняется. Здесь мы, с одной стороны, свободны. Я имею в виду, что у компании, кроме зафиксированных обязательств в законодательствах, предусмотренных, и трудовым договорам, которые у нас существуют, дальше большое пространство для творчества, взаимного с работниками. Но мы хотели бы вот сейчас, благодаря нашей программе, как раз определить, чтобы каждый из нас понимал, на что может рассчитывать. Компания понимала набор своих обязательств и ожиданий от работников, а каждый сотрудник понимал, что ему предлагает компания, какую совокупную ценность он может получить, работая в Норильском Никеле. И это такой, знаете, очень партнерский жанр отношений, по сути своей, двух равноправных партнеров, работодателя и работника. Норильский Никель, разрабатывая программу развития человеческого капитала, в качестве важной, базовой идеи, в основу этой программы положил принцип, мы ежегодно тратим более 100 миллиардов рублей на различные расходы, связанные с нашими сотрудниками, начиная от зарплаты и заканчивая социальными программами и социальной инфраструктурой. Мы, безусловно, сохраним уровень этих расходов, и для нас крайне важно, чтобы эти ресурсы максимально эффективно инвестировались в наших работников. Лариса Геннадьевна, спасибо за беседу. Лариса Геннадьевна,